Приветствую Смертность, с вами Павел Первый, мы продолжаем проходить Бархартере Рефорджет основание Дуротара, и в общем мы добрались до остров Чёрного Копья, чтобы помочь троллям эвакуироваться с этих островов совместно. В нашем распоряжении наездить нам не топорем, с минимальным уроном, не знаю, что вы уже для бог, что мы такие худые, величайшие крушители, толку от них практически нет, и герои у нас уже в распоряжении, которые сформировались в летунов таких вот. И, здорово, было бы способности, скажем так, понерплены. С другой стороны, урон они какой-то дают, потому что не имеет смысла. Так, избавляем нашу основную задачу, каким порой объявляемся, чтобы избавляться надо опять, само собой. Ну, они прочные, конечно, да. Но вариантов у нас особо нет. На это придется потратить время. Так, ну ладно, будем на лодке время тратить. Здесь никого нет. Здесь, я думаю, тоже никого нет. Но здесь, по-моему, где-то есть. От фрегата надо избавляться. Пока-то будем проветать здесь нетопырями, они будут попадаться. Ребята, конечно, такие сильные, как довольно хорошо. Задача простая, то есть, элементарная. Такие у них высокопрочные хижины. С такими хижинами, ребята, вам не о чем беспокоиться. И эвакуация. Там вообще эвакуироваться не надо. Что-то там взяли. Че такое? На нас напали! Как-то за райвала маловато на геймпом кидаюсь. На нас напали! Так, ну мы почти закончили. Что интересно. Что будет делать? Ну и всё, остаются два фрегата или кот. И этот квест тоже завершил. Блин, я боюсь, что ролик будет всего минут пять раз. Сейчас. Может, чё неизвестно. Это лишь только половина задачи. Которая сейчас передам стоит. Так, всё, теперь можем спокойно возвращаться. На нас напали! Там все ветерков! Челя, старая, 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 старая. До свидания. Челя, правда, и средства. Даже новенькие не генерируются. Спасибо, дружище. Ты спас моё племя. Да. Теперь можно начинать эвакуацию. Деревни на берегу ждут нашего сигнала. Чтобы дать сигнал к эвакуации, надо зажечь пять огней на разных островах. Тогда моё племя погрузится на лодки и переберётся на большую землю. Ты только будь осторожен. В джунглях есть враги пострашнее Альянса. Ну что ж, ребята. Край карты. Прям в начале ролика. Конец мира, блин, видно. И вот эта точка, на которой я остановился в последний раз. И в ней тогда не было посоха предков. Я не знаю, почему его убрали, бакали, что это было. Но его впернули. Жажда! Не жамучивайся! Расслабься! Теперь у нас есть комплект священной реликвы и посох предков. Это два в одном. То есть это аура выносливости и возможность производить берсер. Хидро придумано! Так, это на продажу. Здорово! Здесь есть сфера замедления, кстати. Кто нас ждет? Я думаю, ее за место сферы яда уже взять. Учуял. Так, ну... Блин, я еле тыкнул на Рексара. Добыча близко. Я взял след. Учуял. Так, в остальном тут нечего покупать. Я всегда один. Ну что ж, враги под страшнее альянса. Мне интересно, зачем... Трекан. У самого сигнального огня. Этого только не хватало. А зачем вообще тролли... Я вот задумываю, зачем тролли вообще пропихали сигнальные огни? Прям в местах, где обитают эти опаснейшие твари, которые опаснее альянса. Так, ну зажигай уже. Учуял. Ух. Меня ведь отрестали. Огонек прям за километры видно будет, а? Я взял всех. Посмотрите-ка на этого красавчика, а? Я всегда один. Мин. Кого валит? Наши пути пересеклись. Так, кое силы великана на плюс шесть. Веща подной. Блин. Ни у кого ничего выкинуть не могу, к сожалению. Я всегда один. Опа. Стоит одинаково. С другой стороны, это даст мне урон, а это не так надо. Не достаточно места. Говори. Звери не лгут. Давайте-ка так и сделаем. Не достаточно места. Учуял. Я взял след. Я всегда один. Учуял. Учуял. Это же расходник. Бесполезен практически. Не практически, а вообще бесполезен. У меня мана не заканчивается. Если исключить начало этого акта, у меня вообще мана не заканчивалась. Я взял след. Здорово. Учуя. Ядро в ряду подать. А это уже разобедение. И пути пересеклись. Ну а как здесь великаны, великаны, иногда черепахи. Ядро. Учуя. Ядро в ряду. Каким-то нам было все жирнее и сильнее попадаться потихоньку. Я взял след. Я про корону забыл. Я всегда один. Нет проблем. Что фигабель. Звери не ловны. Запишу. Куда пойдем. Я готов к охоте. Не трогай. у нас наши пути не ошибаюсь это злобная тварь не дает мне пройти в какую злобную я всегда эти тролли как-то сосуществуют великанами да лучше не дум не задумываться об этом XR пройти не может как-то изи уже почти закончили меня ведет здорово давай попробуем наши пути пересеклись так, возьмем на вид, само собой волна исцеления да сильно ничего себе придется повозиться с него очень важная вещь падает ну давай попробуем здорово правда вот конечно вопрос будет кому ее дать а это за счет старых динго я всегда один нет проблем я готов к охоте ну блин места нету повоевать а ну что за дела так стоп наши пути пересеклись калечить калечитель 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 господи что нас ждет как он тогда назывался то кровавая луна я взял след почему бы так не назвать а назревают проблемы с радостью в любом случае он дает урон и лайфстил поэтому конечно же вопрос добыча близко кому это дать жажда не замучила наверно ченю ну блин вот эта книга она довольно бесполезная за исключением одного дно но она сокращает время беготни наши но с другой стороны в принципе и побегать можно иногда не так уж далеко бегать на твой счет плюс 20 корон от этого героя не понял а куда лайфстил дели учу я еще об одной близард я всегда один чё вы наделали то меня ведет инстинкт меня ведет инстинкт интересно давайте ка я бочонок выкину с радостью да отчаянные меры ну давай попробуем зато у нас будет это наши пути пересеклись почему просто плюс 20 к атаке какой от него тогда толк и он стоит нереально дорого блин бобо а это за счет заведения куда идти что нас ждет я взялся поторопись дружище корабли альянса уже близко да так обратно нам придется на своих двоих добираться мы быстро вот мы смотрим что здорово если нижня с нами перешла но единственный момент когда не перешла это когда мы летали тут так ну вы же уже качаться толку не надо кроме как общения все у нас максимально прокаченные поэтому большого смысла наши пути пересеклись зацикливаться на врагах я тоже не вижу просто по-быстрому надо я всегда один меня ведет достиг я взял след нет проблем говори учуял учуял я всегда один ну что ж все пацаны остаются там навсегда но ты не пересеклись я готов к охоте да вот мы вот идем длинняк даже не эвакуируют отсюда я взял след я всегда один с радостью с радостью здорово наши пути пересеклись так это они сейчас все так разваливаются в втором акте пойдет жара жарищеще так ну я думаю плюс минус 10 минут еще осталось и первый акт будет завершен такие дела да но если я конечно ничего не забыл ничего не путаю ну вроде да мы уже всю карту обследовали видим все точки куда можно выходить так что фактически это все больше вот тупо никуда нельзя так вот я вспомнил что мы в какую-то точку кажется не заходили в какую интересно я в какую-то точку забыл зайти в какой-то момент это сказал а вот сюда пошли и почистим быстренько так не поняла Миша где а вот она Миша меня ведет инстинкт наши пути пересеклись ну давай попробуем я взял след не дай себя за Осидной уровень начальник будет сейчас шмалять как ненормально кью учуял я всегда один так а ну-ка это что у нас тут за сбор у анонимных столухов алкашей наши пути пересеклись Я взял свет, что нас ждет, учуял, меня ведет инстинкт. Я взял свет, я всегда один, меня ведет инстинкт. Прикольно, то есть скорость казармы можем нанимать пацанов. Забавно. Говорим, назревают проблемы. Я всегда один. Я взял свет, меня ведет инстинкт. Наши пути пересеклись, учуял, я взял свет. Да, у нас же книга есть, чё я пешком-то живу? Кстати говоря, книг-то я оставил еще. Ну что ж, ладно. Это нам значительно путь сокращает, конечно. Ну, давай попробуем. Запишу на твой час. Хитро придет. Всегда один. Паршивая дворняка. Интересно, крабам зачем хижины? А это за счет заведения. Так, ну все. А это за счет заведения. Так. Запишу на твой час. Заканчиваем этот цирк. Ну, давай попробуем. О, с радостью. Рексар, рад видеть тебя целым и невредимым. Ты славно поработал. Разведчики сообщают, что первые тролли из племени Черного Копья уже высадились на побережье. Под защитой Орды им будет спокойнее. Но ситуация с Альянсом осложнилась. Они предложили переговоры и отправили послов. Я встречусь с ними сегодня в полночь на Колючем Холме. Не знаю, Трал. Это очень похоже на ловушку. Позволь мне пойти вместо тебя. Не думаю, что Джайна Праудмур способна на предательство. А если и способна, трусом я никогда не был. Прошу тебя, доверь это мне. Если ты прав, мы ничего не потеряем. Учуял. Не дай себе засохнуть. Веща по одной. Я взял свет. Позревают проблемы? Жажда не замучила? Не падайся. Расслабься. Говори, воин. Я всегда один. Добыча близко. Здорово. Меня ведет инстинкт. Наши пути пересеклись. На нас напали! Учуял. Учуял. Блин. И все-таки я забыл в один момент просто звук включить. Ну ладно, много мы не потеряли на этом. Хорошо, что вовремя я увидел. Итак, сейчас будет еще одна косына. Главное, после нее микро не забыть врубить. Место встречи за этим холмом. Мирван. Мы уж думали, что вы не придете. Что все это значит? Этот Огр не похож на вождя орков? А ты не похож на Джайну Праудмур. Джайна? С чего ты решил, что она? А, довольно болтовни. Мы надеялись выманить твоего вождя. Но вместо него сойдешь и ты. Прикончите его! Убийцы! Я знал, что это ловушка. Сразу драться начали. Вы с Ромео шаманов обороли. Нет проблем. Я взялся. Меня ведет Энстин. Кто послал тебя? Джайна? Отвечай. Тупые животные. Вы даже не представляете, что вас ждет. Это только начало. Ну что, пришло время завершить эту главу. Возвращаемся домой. Вот, когда еще есть книжки. Запишу на твой счет. Еще позвать. Звери не лгут. Ну, давай попробуем. Покупаем это дело. Жажда не замучила. Невозможно, можно подождать еще столбку книг. Две минуты. Нет, столько ждать я не буду. Заканчиваем тогда. Так, 500 опыта всего не хватает до восьмого. Я думаю, терпимо. И... Снова смотрим. Катсцену уже финальную. Заканчиваем. Ты был прав, Рексар. Надо было довериться твоим инстинктам. Но я до сих пор не могу поверить, что в этом замешана Джайна. Может быть, нам стоит поговорить с ней самой? Рексар, возьми это письмо и передай его лично в руки Джайне Праудмур. Надеюсь, она поможет мне понять, что происходит. Ты найдешь ее в поселении на острове Тирамор. Можешь рассчитывать на меня, Трал. Но в одиночку мне не справиться. Я нанял дирижабль, который доставит тебя в новую деревню племени Черного Копья. Волджин предоставит тебе все, что нужно. Удачи, Рексар. Судьба Дуротара в твоих руках. Ни хера себе гигантский дирижабль. Эй, он сейчас врезается в эти перила. Он врезался в них, алло. Сквозь них пролетел. Блотцер, блин, даже по-нормальному не смогли сделать. И опять Рексар в одиночку мне не справиться. Хотя, пару видосов назад он тоже самое говорил. Всего-то нас грел присоединиться и справился. Тут ты тоже справишься. Правда, это будет посложнее. Ну что же, друзья. Наконец, первый акт подошел к концу. И мы можем приступать ко второму. Там будет похардкорней намного. Это была, скажем так, разминка. Подготовка к грядущему. Ну и на этом все. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Добавляйте ролик в себя. Оставляйте комментарии. А с вами был Павел Первый. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok